Неприятная ситуация произошла сегодня. Мы наблюдаем, что произошло падение. И сейчас на текущий момент оно в виде поглощения. И эта ситуация очень смахивает на ситуацию, которая у нас была в 2021 году, летом. И сегодня мы как раз разберем интересные особенности и попытаемся предсказать, что же будет с биткоином и, соответственно, с крипторынком. Приветствую всех на канале Михаил Инвестиции. Сейчас, как вы можете наблюдать, происходит какое-то распределение. И понятное дело, что после распределения есть только два варианта. Это либо какое-то падение вниз, и причем довольно импульсное, хорошее такое движение. То есть, соответственно, мы можем очень сильно упасть. Либо какое-то импульсное, хорошее движение вверх. Соответственно, здесь, как вы понимаете, если вверх, то мы вырастим где-то до 40 тысяч долларов. А если вниз, то мы упадем где-нибудь там тысяч до 22 или даже до 20. И сейчас как раз будем разбирать. Давайте разберем для начала с точки зрения технического анализа. Не будем брать в расчет манипуляторов, загоровых ФРС и так далее. Что там на Binance сейчас идет разбирательство с BNB, что якобы как ценная бумага или нет. Вот если, к примеру, взять эту новость, на XRP в конце 2020 года вроде как подали это заявление. И несмотря на это, биткоин умудрился вырасти в два раза. Это ему особо не помешало. Да, здесь определенная просадка была, но все же в дальнейшем мы выросли. Сейчас, возможно, рынок будет более спокойнен к этой ситуации, потому что он уже переживал эту ситуацию. И тем более с Рыблом еще до сих пор ничего не ясно. Соответственно, скорее всего, рынок не будет стоя резко реагировать на эту ситуацию. Однако падение BNB, возможно, все-таки будет сильнее, чем другие альты. Что у нас сейчас имеется? Сейчас у нас есть... Давайте для начала посмотрим на историю, да. Обратите внимание, что у нас в прошлом в начале вроде как был такой расширяющийся треугольник, предположительно. Но потом, как оказалось, что у нас не расширяющийся треугольник, да, а вот такое вот нисходящее движение. Ну и понятное дело, что этот вымпел должен был пробиться вверх, да, вот этот нисходящий. Соответственно, сейчас ситуация похожая. Обратите внимание, что в начале у нас сейчас формируется вроде как расширяющийся такой равноправный треугольник. Но если судить по истории, то можем предположить, что сейчас у нас будет как раз-таки некая вот такая ситуация. И, соответственно, стоит ожидать дальнейшее падение. Для этого мы еще можем сравнить вот это падение, да, с текущей ситуацией, набросать. И мы можем увидеть, что как раз мы можем опять упасть к своим... Хотя и без этой информации так видно на глаз, что мы можем вновь упасть к своим минимальным значениям. Это примерно к 25, может быть, чуть выше, да, это будет в районе примерно к 26. И только отсюда, то есть, иначе говоря, как видите, где-то с середины июля, возможно, как раз-таки произойдет переломный момент и пойдем вверх. Но для этого, понятное дело, надо еще понаблюдать. Будет ли как раз цена двигаться внутри этого и повторять историю, как у нас было в 21 году летом. И, соответственно, можно тогда сделать вывод, что, скорее всего, мы будем опять рассеять, да. Особенно если учесть, что PRSI в ВТРе там движение летом, когда мы падали, у нас был дивер, что помогли, что PRSI. И сейчас у нас тоже наблюдается дивер. Обратите внимание, что здесь мы растем, здесь падаем, да. И, соответственно, сейчас, предположительно, та же самая ситуация, мы будем падать, а здесь мы растем. То есть, все идет, так сказать, идет повторение. И, возможно, это как раз-таки хороший вариант для продолжения роста, а не падения. Потому что, если еще глобально посмотреть, то PRSI, как мы знаем, по недельке мы уже опустились к значению мартовского падения и практически опустились к самым минимальным значениям. Соответственно, особо, так сказать, падать некуда особо сильно, да. И, соответственно, мы можем как раз предположить, что именно будет дальнейшим ростом. На что еще можем обратить внимание? Обращаем внимание на Total. У нас в летом был нисходящий клин, который по логике щей должен был пробиться вверх, и он пробился вверх. Да, сейчас у нас вроде как тоже вырисовывается нисходящий, и, конечно, такой паттерн должен все-таки превращать в дальнейшем рост. Но, если локально рассматривать, то по логике щей мы как раз должны упасть. Здесь у нас как раз-таки имеется глобальная линия поддержки у всего вот этого восходящего. Обратите внимание, да. Вот здесь мы по логике щей должны упасть, и это вроде как совпадает со всеми вот этими паттернами. Соответственно, мы как раз-таки должны сюда упасть, и здесь уже оттолкнуться, пробить и полететь выше. То есть, еще где-то на вскидку месяц еще будем двигаться, ликвидировать как тех, так и других. И причем могут быть довольно серьезные сквизы, как у нас наблюдалось летом. Да, обратите внимание, что мы пробивали линию поддержки, но потом возвращались, соответственно, сейчас может происходить этот же сценарий событий. Ну и по RSI Magdi мы здесь на Total тоже наблюдаем, что происходит Diver. И, соответственно, мы можем рассчитывать, что история повторится, и мы увидим в дальнейшем рост. На что же еще хочу ваше внимание обратить? Так, на модель, эту модель, скорее всего, будет удобнее наблюдать именно на недельном графике. А именно Flat. У нас есть несколько разновидностей Flat. И одна из разновидностей Flat это то, что вторая вершина выше первой и второе дно ниже первой. И там, таким образом, получается, мы определяем расстояние, сделаем по телу свечек, не по этим теням. И определим для себя, сколько же может тогда быть потенциальное дно. И мы видим, что потенциальное дно мы уже достигали. Вот оно, потенциальное дно. И, соответственно, по логике вещей, мы не должны в этом случае особо сильно падать. И даже, более того, не должны, в принципе, повторять историю, как у нас было летом. И что сейчас будет вместо вот такой формации будет вымпел, который, по логике вещей, с небольшой долей вероятности продолжает все-таки продолжение в том же направлении. Но с учетом более глобального флета, то можно предположить, что все-таки мы будем пребывать выше. Но пока нам придется это подождать. Опять же, если это, конечно, флэт, а не какая-нибудь там двойная вершина с последующим грандиозным сильным падением, чуть ли не до 11 тысяч долларов. На что же можем еще обратить внимание? Так это на ситуацию, которую у нас показывает RSI. Обратите внимание, что по RSI мы здесь наблюдаем, что у нас здесь была вот такая нисходящий тренд. Мы здесь три раза оттолкнулись, три раза коснулись и потом пробили и полетели выше. Сейчас, если посмотреть, то у нас здесь вот такая фигура. Получается, у нас здесь нисходящий сужающийся клин. И мы наблюдаем, что здесь предположительно тоже происходит третье касание. И, соответственно, мы можем тогда ожидать уже рост. Что мы уже дно нащупали и мы должны лететь вверх. Помимо этого, мы сейчас изучаем только технический анализ без каких-то важных аспектов экономики. Потому что экономика может очень сильно повлиять на технический анализ. Иначе говоря, технический анализ будет врать вам. Что бы вам не показывал технический анализ, но если имеется какая-то фундаментальная основа для того, чтобы мы падали, мы будем падать. Ну, например, как стерлун. Да, стерлун, технический анализ показывал, что пора покупать. Но ничего этого не произошло. Люди продолжали продавать, скидывать. Система еще так была настроена. И, соответственно, никакой технический анализ вас не спасет в этом случае. Сейчас мы пока поговорим о техническом анализе без всяких возможных последствий со стороны мирового порядка. Здесь у нас наблюдается дивер, как у нас был здесь дивер. И, соответственно, потом произошел рост. Но единственное, что здесь мы еще далеко. У нас появилась первая свечка, но еще не факт, что она закроется в виде розовой, а не красной. И, соответственно, ну, по крайней мере, это говорит, что мы где-то рядышком. То есть, иначе говоря, что мы не должны падать к 11-15 тысячам. Да, в теории мы еще можем упасть куда-нибудь сюда, но мы близко, да, близко где-то возле дна. На что еще будем обращать внимание, так это, к примеру, на линию поддержки. Здесь можно нарисовать двойную линию поддержки, на которую рынок реагирует. Реагирует, да, это первая линия, обратите внимание, что рынок на нее реагирует. И вторая линия, на нее рынок реже реагирует. Раз реагировал, два реагировал. И сейчас, по всей вероятности, третий раз. И сейчас, если судить по последней такой линии поддержки, соответственно, по логичей нам сейчас надо расти, а не падать ниже, да. Что мы можем как раз сейчас рассчитывать на рост. Так же хочу ваше обратить внимание на продолжительность падения распределения, которое у нас ранее было. Мы можем предположить, что вот оно, некое такое распределение у нас происходило, да. Это первое. Второе у нас получается где-то отсюда, и оно закончилось. Примерно вот здесь. выход. И, соответственно, и последнее, которое у нас сейчас есть, это примерно вот так. И давайте посмотрим по времени, сколько это заняло, получается, до дна распределения, ну, грубо говоря, да, распределения. 378 дней, получается, отсюда до сюда у нас, получается, 525 дней заняло, прежде чем мы все-таки покорили АТХ и полетели выше. Вот это АТХ, я имею в виду, да. И сейчас, если посмотреть, то у нас прошло уже 525 дней. Но по логике 7 мы должны уже были пробивать, но мы видим, что мы до сих пор еще не пробили, мы еще на дне, да. И теперь давайте помимо вот этого еще захватим до того момента, когда произошел стремительный рост, да. И мы здесь видим, что произошло это 518 дней, и потом уже пошел полноценный рост, и, соответственно, как мы можем понять, времени, так сказать, было достаточно, чтобы обновить руки, и, соответственно, шанс того, что мы будем повторять историю, как у нас было, то есть еще упадем ниже, то есть, иначе говоря, как-нибудь вот так упадем, этот шанс маловероятен. Можно сказать, что времени предостаточно, тем более, если учесть, что сейчас мы отолкнемся от линии поддержки, и еще определенное количество времени будем, опять же, в этом распределении находиться, да. Соответственно, это по времени еще больше займет, это будет уже где-нибудь в районе 472 дня, и, соответственно, это более чем достаточно, чтобы как раз-таки завершить распределение, и уже чтобы началась фаза роста. Ну, понятное дело, что фаза роста начинается раньше, да, оно здесь началось, и можно предположить, что как раз сейчас тот самый момент, когда это начнется, но я что хотел этим сказать, что времени сейчас предостаточно прошло, для того, чтобы все-таки обновились руки, и потом уже начался новый рост. С точки зрения технического анализа выглядит довольно все очень хорошо, и предрекает дальнейший рост. Если судить по средней скользящей и реализованной стоимости, то можем предположить, что сейчас, возможно, дампанут, но ее, эту свечку, это дно тут же выкупят, и мы вновь вернемся к этой линии поддержки, и уже начнем рост. Такой вариант сценарий еще сохраняется. В случае, если что-то негативно произойдет, да, но если что-то такого особого жесткого не произойдет, в принципе, этого падения не должно случиться, да. Если, конечно, сейчас какая-нибудь новость испугает людей, тот же СЭЦ, который лезет в регулирование криптовалюты и пугает своими такими высказываниями по тем, что, допустим, режет бюджет, да, и лезет в криптовалюту и инфляции и так далее и тому подобное, если все-таки как-то это сделать таким возможным вариантом, что люди все-таки испугаются, то, конечно, мы можем увидеть повторение сценария, который у нас был в марте, и произойдет как раз-таки падение. Но, скорее всего, в этом случае оно долго не задержится, его начнут выкупать, и дальше мы уже денемся вверх. Либо, конечно, рынок уже, можно сказать, более подготовленный. Психологически хомяки стали, так сказать, умнее, они не хотят себе фиксировать выбыток, и, соответственно, они не будут подаваться эмоциям, не будут, несмотря ни на что, несмотря на то, что у них падает портфель, там, минус 50, минус 60, минус 70. Они будут держать, держать, закупать, закупать, и, соответственно, даже если сейчас произойдет еще дальнейшее падение, оно ничего не будет. Ну, соответственно, что я хотел этим сказать, что рынок сейчас более подготовленный, и его очень трудно удивить и заставить скапитулировать, как у нас было здесь или здесь. Сейчас люди все-таки поумнее, зашли уже крупные фонды, которых ранее не было, и они не такие подвластны эмоциям, и им вообще технически это трудно сделать, и не будут они это делать, они вкладывают с расчетом на долгосрок, если они инвестируют, то, как правило, они видят перспективу, значит, леток на 10 вперед, они не инвестируют на 1 год, на полгода, и, соответственно, значит, у них цели намного больше. То есть они рассчитывают, что биток вырастет, там, в 300 тысячам долларов, или как миллион, так как многие считают, что, конечно, цель это где-то будет в районе миллион. И, соответственно, мы можем тогда предположить, что мы как раз-таки сейчас локально, возможно, еще как-нибудь здесь поликвидируем, как тех и других, но в целом мы вроде как у дна и должны, в принципе, сейчас расти. Но надо быть в курсе событий, следить за новостями, потому что какая-нибудь жесткая новость все-таки может сдвинуть рынок, и мы увидим как раз-таки капитуляцию. Капитуляция. Надо быть крайне осторожным, несмотря на то, что сейчас все-таки люди более подготовленные, но если что-то ужасное произойдет, к чему люди не были готовыми, какая-нибудь неожиданная новость, то, соответственно, это может привести к падению. Но, скорее всего, это падение тогда быстро выкупят. Напоминаю всем, что у меня есть телеграм-канал. Я там, кстати говоря, предупреждал, что великий манипулятор западный сказал, что заходит на всю котлету в лонг, второй великий манипулятор тоже сказал, что залетает и ждет миллионы, и это был сигнал на то, что мы будем падать. И в действительности, после этих двух манипуляторов рынок упал, как вы видите, где-то на 6%. И у нас здесь есть, так сказать, три манипулятора, возможно, их даже больше, но это три, за которыми я слежу. Это наш, Хамаха и два иностранных, это The Moon и ММ Крипто. Вот они, как правило, у них все наоборот, их предсказания, да, если они говорят покупать, то, значит, надо продавать. И в большей степени, как я посмотрел, если поступать все наоборот, как они говорят, то вы будете в плюсе. Это вот такая вот интересная особенность, да. Не только у нас Хамаха имеет такую особенность, у них там на Западе тоже имеются вот такие вот манипуляторы. Чей манипулятор окажется сильнее. Сейчас, в данный момент, Хамаха говорил за рост, но, однако, возможно, он говорил за рост только краткосрочно, который мы видели. А сейчас он скажет, что мы будем расти, и в итоге получается упадем, да, или западные что-то выдумают. Ну, в общем, посмотрим, чей же манипулятор окажется сильнее. Желаю всем профита, всем до скорой встречи.